Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Татьяна Денчук, Международный Клуб Трейдеров Картель, и я рада приветствовать вас на Картель ТВ. Сегодня среда, 11 ноября 2015 года, и я предлагаю вашему вниманию обзор основных валютных пар рынка Форекс. Традиционно начнем наш обзор с просмотра событий экономического календаря. Итак, завтра день будет не слишком насыщен событиями, однако они будут чрезвычайно важны. В первой половине дня в европейскую сессию нас ожидают важные данные по Великобритании. Так, в 11.30 по киевскому времени будут опубликованы следующие данные. Средний уровень заработной платы с учетом премий за сентябрь, изменение числа заявок на пособие по безработице за октябрь и уровень по безработице за сентябрь. В 12.30 состоится выступление главы Банка Англии господина Карта. Во второй половине дня в американскую сессию состоится два важных события, первое из которых это выступление главы ЕЦП господина Драги, которое будет транслироваться начиная с 15.15 по Киеву, и в 23.30 в конце рабочего дня будет опубликован импульс деловой активности по Новозеландии. Я вас прошу учесть данные события при определении точек входа и выхода в рынок, а также при определении уровня ступлоза и декпрофита для ваших сделок. Приступим ко взору основных валютных пар. Итак, пара евро-доллар нам демонстрирует флетовое движение между уровнями 1.1423 и 1.0818. Однако на прошлой неделе был пробит данный уровень, и мы приблизились к уровню 1.0661. Если в данный момент пара торгуется на уровне 1.0736, если мы наложим сетку Фибоначчи на последние нисходящие движения, то увидим, что в данный момент пара несколько отбивается от нулевого уровня и торгуется между уровнями 23.06 по Фибоначчи и нулевым. Поэтому я бы воздержалась от входа в сделки по данной валютной паре. Пара фунт американский доллар также торгуется у нас во флетовом диапазоне, но находится в накопительном диапазоне между уровнями 1.5494 и 1.5169. В данный момент пара торгуется на уровне 1.5309. Если мы наложим сетку Фибоначчи на последние нисходящие движения, то увидим, что в данный момент пара торгуется в районе уровня 23.06 по Фибоначчи и находится в коррекционном небольшом таком движении под направлением к пробитому уровню 1.5169. Если нам удастся закрепиться ниже этого уровня, на мой взгляд, это будет хороший сигнал на продажу по данной валютной паре. Пара доллар-иена находится в продолжительно восходящем тренде, однако в последнее время, как мы видим на недельном графике, мы находимся в флэтовом накопительном диапазоне между уровнями 1.123.74 и 1.118.47. В данный момент мы приблизились к верхней границе данного диапазона. Если мы приблизим на дневный график, то увидим, что пара протестировала уровень 1.123.74 снизу, несколько отделов от него, в данный момент торгуется на уровне 1.123.07. Если нам удастся закрепиться ниже этого уровня, то вполне возможно, что наша работа между уровнями 1.123.74 и 1.118.47 продолжится, поэтому можно будет искать продажи по данной валютной паре. Если же нам удастся закрепиться выше уровня 1.123.74, то в таком случае можно будет искать покупки по данной валютной паре с ближайшей целью 1.125.87. Пара новозеландский доллар и американский доллар продолжают свое нисходящее движение после некоторой коррекции и в данный момент торгуется на уровне 0.65.51. Если мы наложим сетку Фибоначчи на последние нисходящее движение, то увидим, что пара отработала уровень 38.2 по Фибоначчи, до которого была у нас коррекция, и в данный момент уже пробила уровень 23.6 по Фибоначчи и находится в таком накопительном диапазоне ниже этого уровня, что, на мой взгляд, свидетельствует о том, что нисходящее движение может продолжиться, и я буду рассматривать продажи по данной валютной паре. Пара австралийский доллар и американский доллар также у нас находятся во флетовом накопительном движении, в глобальном нисходящем тренде. И в данный момент торгуется на уровне 0.70.44. Если мы наложим сетку Фибоначчи на последние нисходящее движение, то увидим, что пара находится посередине между уровнями 23.6 по Фибоначчи и нулевым, поэтому я бы воздержалась от сделок по данной валютной паре и дождалась более точных сигналов. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, профитных сделок. Ищите нас в соцсетях, присоединяйтесь к нашим соцгруппам, подписывайтесь на данный канал, чтобы не пропустить все самое интересное. До встречи на канале Картель ТВ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok